Девушки отдыхают В моей жизни появился спорт спонтанно и случайно Когда я обучался в школе, учился в начальных классах На переменах я ходил, играл, там стоял тренинсный стол в школе И я там занимался, ну, поигрывал, скажем так, настольный теннис Я обучался, как одеваться, как обуваться Это было очень тяжело на самом деле До слез я мог одеваться по 30-40 минут На каждый промежуток времени, конечно, есть сложности, трудности Они и сейчас есть, и будут Вот я думаю, ну, надо бороться, как и все остальные Мне кажется, надо поставить какой-то большой комплекс Где заниматься надо Ну, в смысле, для детей, чтобы Для всех детей, где могли бы дети все бесплатно заниматься И, ну, чувствовать себя как дома Всем здравствуйте! Постараюсь, чтобы это было интересно и весело Те, кто будут отвечать на вопросы, будут дарить каждому тренинсный мяч Договорились? Ну, обязательно будет условие Поднимаем руку и спокойно отвечаем Договорились? Да У него крутые руки и целое море обаяния Михаил Морозов, мастер спорта Многократный чемпион России по настольному теннису Среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата А еще он очень любит обучать своему мастерству обычных школьников Оп, еще раз Оп, молодец И поймала Уже интересно Вечер пускай не играет Еще раз Поймала Не спеши Поймала Для детей, которых я тренирую Моя первоначальная задача и цель Чтобы многие детишки пришли в этот вид спорта Занялись этим видом спорта Он, на самом деле, необычный Можно не стать олимпийским чемпионом, параллимпийским чемпионом Кто-то может стать, кто-то нет Но этот вид спорта помогает развиваться Развиваться во всех сферах Это и в учебе, и дисциплина, это и характер И ноги закаляют качество Поэтому этот вид спорта, как я прошел с детства Понимаю, что этот вид спорта достаточно поможет людям Особенно с ограниченными возможностями И людям, которые не с ограниченными возможностями Он, на самом деле, очень интересный Он волнуется, не я А что там у тебя? Снизу, вон, свой мяч В моей жизни появился спорт спонтанно и случайно Когда я обучался в школе, учился в начальных классах На переменах я ходил, играл, там стоял теннисный стол в школе И я там занимался, ну, поигрывал, скажем так, настольный теннис с книжками Потом деревяшками, книжками, деревяшками И потом со временем появилась такая организация Революционный спортивный центр инвалидов Который нам поставлял инвентарь И у меня появилась недорогая ракетка Как я помню до сих пор За 120 рублей Это была самая первая, самая любимая И я уже начинал играть Для меня это была, ну, прямо золотая ракетка И со временем потихонечку, потихонечку Обучался, обучался, смотрел, смотрел Я думаю, что это свыше было что-то дано Это не я лично сам как-то там захотел заняться этим спортом Осознанно Это получилось спонтанно Случайно Этот спорт меня затянул Вот я думаю, какой-то вот у меня внутри, наверное, мой характер боевой Что вот не могу я проигрывать, скорее всего И должен быть всегда впереди лидером И поэтому, скорее всего, меня это и затянул Это частичка маленькая этих наград И сейчас понимаешь ценности этих наград В связи с тем, что уже перестал заниматься спортом сам, профессионально Вот, но это достаточно Только сейчас осознаешь и понимаешь, насколько это приятно И сколько вложено труда, сил В начале вообще был очень сложный период, когда я обучался, как одеваться, как обуваться Это было очень тяжело на самом деле До слез я мог одеваться по 30-40 минут Потом, в связи с этим спортом, становилось легче Я не замечаю это сейчас, я понимаю, осознанно Вот, и в дальнейшем так произошло, что уже стало одеваться боль Быстрее И там было образно 5-7 минут И я уже весь полный себя был Поэтому, ну, на каждый промежуток времени, конечно, есть сложности, трудности Они и сейчас есть, и будут Я думаю, ну, надо бороться, как и всем остальным Первая победа на соревнованиях Потом следующая победа, это когда я смог Задался целью и поступил в техникум Следующая цель была получить звание мастера спорта Я его получил, стал чемпионом России Следующая у меня была закончить институт Я закончил институт Лезговта Следующая цель у меня была, чтобы был свой уголок личный, где я мог жить Государство предоставило в честь моих заслуг и моих наград И кажется, что для Михаила просто не существует, слово невозможно Каждую проблему он превращает в задачу Так, несколько лет назад он стал водителем Честно сказать, поначалу все было страшновато Переключать, боялся где-то застрять Не дай бог, на железной дороге Где-то подкосить, где-то еще кого-то Ну, волнительно, плюс не понимал еще какие-то моменты скоростные Повороты, очень волновался Не дай бог, кого-то подрежу А потом со временем, я говорю, все-таки Ну, друг подсказал, и слава богу И со временем вот опыт дал, знаете, вот эта дальняя дорога, она мне, конечно, дала большой опыт Скорее всего, это сын Тебя слышит вся страна в машине? А кто? Ага, ну то, что мы и говорили Ну, ты хоть свои двойки закрыл на пятерке или нет? Да Ты доволен чуть-чуть, нет? Да Ну, слава богу Ну, скажи нет Я не что-то доволен, пап Три часа сидел в руку Три часа, ну, слушай, ну я думаю, на пользу, согласен? Угу, конечно А еще Михаилу есть ради кого преодолевать препятствия Сын Рома решил пойти по стопам отца И тоже занимается настольным теннисом Сейчас понимаю о том, что надо воспитывать сына И дальше двигать этот вид спорта И помогать детишкам, которые обычные детишки Дети из малообеспеченных семей Дети с разными заболеваниями Хотелось бы, мечтаю, сейчас открыть свой зал Ну, как свой зал? Чтобы он принадлежал к спортивной школе Но он был стационарный Где детишки могли в любое время приходить И заниматься этим видом спорта Независимо ни от чего Это позволит им И в учебе поможет им Поэтому моя мечта сейчас Открыть, конечно же, зал спортивный Где будет много детишек 50, 70, 100 Они будут заниматься этим видом спорта Я готов им помочь Они будут развиваться, радоваться А я буду, конечно, рад тому, что пришел в этот вид спорта Много-много людей Своей мечтой Михаил Морозов поделился в социальных сетях И неожиданно получил огромную поддержку со стороны совершенно незнакомых людей Ну вот, благодаря неравнодушным людям У нас есть Вот такой замечательный инвентарь Теннисные мячи Как мы видим, теннисные сетки Ну и, конечно, неотъемлемая часть Это Робот-тренажер Всем огромное спасибо, конечно Без вас ничего бы не получилось И он верит, что все обязательно получится Как однажды получилось взять в руки ракетку Получилось стать чемпионом и заинтересовать спортом детей МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok